Чехов для Таганрога – личность культовая, несомненный гений места. Здесь каждый горожанин гордится классиком мировой литературы. Сказано, написано и снято про Антона Павловича. Кажется, практически все, но есть места, которые обходят стороной. Маршруты стандартных экскурсий. В сопровождении проливного дождя и знатока чеховской биографии Игоря Пащенко отправляемся по малоизвестным адресам. Вот, например, дом купца Третьякова на Петровской. На первом этаже располагалась еще одна ловка Чеховых. По соседству парикмахерская, а сверху казино. Здесь же около пяти лет жила семья. Есть воспоминания Александра Павловича Чехова, старшего брата, о том, как здесь они жили. И маленький Антоша с соседским мальчиком часто гуляли. А на втором этаже одно время жил градоначальник Таганрога Иван Алексеевич Шестаков. Маленький Антоша всегда по струнке проходил под суровым взглядом старого человека. Старому человеку было всего 44 года. Жилые и квартиры хорошо видны со стороны двора. Современность выдают только пластиковые окна и кондиционеры. Таганрог словно застыл, как стрекоза в янтаре в конце 19 века. Делится ассоциацией Игорь Пащенко. Многое, что мы видим вокруг, не меняется уже десятилетиями. Я очень хочу верить, что именно этих ступеней касался маленький Антоша, его брат Александр, Николай, новорожденный Михаил. Здесь ходил Павел Егорович в свою лавку. Ну, может быть, там так и было. А этот дом на самой маленькой городской улице Шмидта особо знаковый. Здесь жила мать писателя Евгения Яковлевна, когда познакомилась с Павлом Егоровичем. Самое интересное, в этот момент к Евгении Яковлевне посватался другой приказчик. Но у него было на 100 рублей капитала меньше. Так 100 рублей стали миллионным вкладом в мировую литературу. Молодая семья прожила два года в этом доме, с которым связано еще одно известное имя. Владел особняком Александр Реми, большой друг Михаила Лермонтова. Именно Реми сопровождал Лермонтова, когда он ехал во вторую свою кавказскую ссылку. Поэтому были слухи среди краеведов, что якобы мог заехать Лермонтов сюда. Но нет. К сожалению, там все, маршрут был известен. Лермонтов не был в Таганроге. Еще одно место, незаслуженно обделенное вниманием, на улице Розы Люксембург. Это единственный дом, который принадлежал Чеховым. Родовое гнездо задумывали на шесть окон и три подъезда, а в итоге все вышло гораздо скромнее. Строительство втянуло в долги. Павел Егорович с женой бежал от кредиторов в Москву к старшим детям. Остался один Антон. Он жил в бывшем отцовском доме как квартирант и репетитор племянников нового хозяина. Это сделало Чехова тем Чеховым, которых мы знали. Он в свои 16 лет стал содержать семью, которая жила в Москве. Он продавал вещи оставшиеся, давал уроки, посылал деньги матери. Этот дом входит в музейный комплекс, хотя пока и без какой бы то ни было экспозиции. Но, возможно, скоро станет частью популярных экскурсионных программ. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон-24, Таганрог.